Когда будет путь Рашера? Или же ТХ-12 не доначу? Я только сейчас задумался, у меня аж 3 ТХ-16, есть же еще Варвар. Короче говоря, сегодня будет видео о конце сезона сразу с 4 моих аккаунтов. Я, кстати говоря, на основе задонатил так немножечко гемчиков и фольнул ученика строителям. Мало того, что ученик строителя бездельник и работает всего 1 час в сутки, так он вообще у меня не работает, ведь я полностью фуловый. Всем здорова, друзья, с вами Тим и это новое видео по игрушечке Clash of Clans. Как вы поняли, сегодня у нас обзор или же просто конец сезона на 4 аккаунтах. Начал я с основного аккаунта, так как играю я в целом на всех аккаунтах, но по чуть-чуть, понемножечку и показывать толком нечего. Разработчики завезли последнюю обнову с учеником, но хватило всего на 2 шорца и на 2 видео. Все, больше я ничего не смог записать, потому что вот этот вот пенсионер, дедушка, друид, как хотите называйте, не принес контента вообще. Вот просто зайдите в топы. Я не знаю, может я не те топы смотрю, может я контент не тот смотрю на ютубе, из англоязычного даже сегмента. Ну просто, ну вот зайдите и посмотрите, кто использует этого гребаного друида. Если вы зайдете и увидите, что все используют лесных садниц, да, это факт, все его используют ее, потому что это идика имба и 4, 5, 8 фикс никак не помогает, просто меняются немножечко составы, стратегия там типа переходит даже к винахилу, то есть кто-то делает предзаход к винахилам и потом уже массово скидывает лесных садниц, да даже они у меня. Это вот знаете, получился такой народный мощный нагибаторский юнит, который юзают все и вся. А что касаемо друида, ну просто слов нету реально, это какой-то мусор. Возможно, кто-то меня переубедит в этом и покажет гениальную топовую стратегию, которую я буду с ним тащить, но факт-то в том, что много вы их не берете. И в других миксах он просто не интересен, не актуален, и поэтому мне на него даже книги жалко. На самом деле больше качать нечего, и поэтому реально я лучше книгу за 50 гемов продам, нежели чем солью на этого бомжа реально. Ну, такое мое мнение про этого как раз таки друида. Что касаемо ученика, да, я не стал показывать это, я... Точнее, записал я фрагментик, как я задонатил, прокачал его на фул, но фрагментик этот не записался, куда-то улетел. Но факт в том, что, короче, гемасики прилетели на счет, такой бам-бам-бам, ты его прокачал, а ничего не изменилось, он так же ковыряется в носу и кайфует от этой козюлины, потому что он мне просто-напросто не нужен. Я фуловый, даже когда он мне пригодится, он окупит себя минимум через полгода. Кто-то делал подсчеты, и если вы в раздумьях качать его или нет, конечно же качать, потому что если у вас сейчас какая-нибудь там ТХ 12-13, то в будущем он вам все равно принесет пользу, чтобы вот так вот выглядеть с фуловым профилем, ну, не считая этого деда, ладно, давайте закроем, чтобы он вам помогал в прокачке построек. То есть, лабов в целом на высоких ратушах качается быстро, а все остальное долго. На низких ТХ же, наоборот, лаба качается миллиард лет, а постройки довольно-таки быстро. Но этот ученик однозначно поможет. Гоблин-цыган это круто, но в первую очередь я лучше вам советую копить гемчики прям вот со старта, знаете, как вы начали играть. Гемы никуда, ни на книги, ни на скины, ни на что не тратьте. Копите на этого гребаного ученика, что ж поделать, придется его качать за 6,5 тысяч гемов. Ну, это, конечно, ваше дело, но мой совет, конечно же, лучше собирать. Если вы думаете, что я на этом аккаунте еще вам что-то должен показать, то вы ошибаетесь. Стратегий никаких, просто не хочу. Вот сегодня я обозреваю все аккаунты, возможно, на каком-то аккаунте проведу атаки, но не факт. На этом аккаунте просто-напросто нечего делать, кроме как рассказать дальнейшую цель этого аккаунта. Просто ничего не делать. Я зафулился не просто так. Я, кстати говоря, стараюсь тут собирать медальки. В будущем будет топовый переход. Как вы знаете, переходы, вот когда вот все подкопишь, все волшебные предметы получаются действительно топовыми. Напомню, что переход на ТХ-16 мой получился уже, ну, по-моему, на полмиллиона просмотров. Это сильно. Сегодня, оказывается, еще и закончились игры кланов. Прилетели гемчики, так как мне больше ничего не нужно. Я только лишь гемы отсюда вас собираю. Ресурсы я все трачу на кузницу. И да, у меня на этом аккаунте уже, по-моему, 5 миллионов столичного золота зафармлено. Это очень много. Так, ну, гемчиков под три соточки получается, да, как я понимаю. Ну-ка, общая циферка. Бам! Сюда просто. Напишите в комментарии, какие вы награды собрали. Хотя, в целом, можете и не писать. Это тот аккаунт донатерский. Там нифига ничего не делают, так как фуловый. А вот на этом аккаунте активно развиваюсь и примерно могу прочитать, какие награды вы брали. Это явно лопату. Если ее нет у вас, то вы ее забрали. Если есть все лопаты, то продали, получили гемчики. Тут зелечки, чтобы быстрее развиваться. Ну и, конечно же, книжица, чтобы героев прокачивать. Кстати, сейчас к этому опять перейдем. Ну, а доп. Вот награда у вас, скорее всего, руна. Либо, если руна не нужна, то гемы. Но, скорее всего, руна, так как руна, это очень много ресурсов, которые пойдут на забор. Ну, скорее всего, вот точно такие же награды вы и забрали. Прям, я уверен, думаю, даже. Потому что это самое такое, знаете, востребованное. По крайней мере, на аккаунте ТХ-12 это 100%. Вот насчет героя это больше всего. Сейчас я активно фармлю. Фармлю, потому что есть свободные строители. А прокачивать нужно еще 4 постройки. И целую кучу забора. Но забор это не главное. Когда прокачаю все постройки, мне просто ресурсы тратить будет некуда. Да и на лабораторию я, по сути, сейчас эликсир уже не трачу. Я хотел, конечно, охотницу прокачать за молоток. Но что-то потом пожалел, знаете. Но не нужно сюда вообще тратиться. Еще, кстати, что касаемо времени прокачки. Очень многие жалуются на руду. Но, на самом деле, кто вот качается с низких ратуш, у вас явно проблем быть не должно. Так как я уже вкачал ботинки бесполезные. Бесполезные стрелу, которая мне нафиг не нужна. Также на хранителя начал качать этот кристалл. Который тоже, скорее всего, юзаться никогда не будет. Ну, просто вот реально я уже коплю на фул. Так как, думаю, скоро буду переходить. Ну, месяц, два, три, не знаю. Так что накоплю эту руду. И на переход у меня будет немножечко руды. Хотя там, по сути, и прокачивать-то нечего. Ведь 15 левел это вроде как максимальный. Поэтому, если вы думаете, что у вас будут проблемы на ТХ 13, 14, я думаю, это не так. Скорее всего, вы просто-напросто все снаряжения зафулите. Есть вероятность, что если у вас открыты эпические снаряжения, то да, возможно, трудности будут. Но, как показала практика, эпическое снаряжение, это не значит, что сверхымбовое. Например, шарик, вот этот вообще бесполезный. Копьен на чемпионке. Мне тоже вообще не понравилось. Кстати говоря, как подкачал немножечко тут забор, сразу же аккаунт преобразился. Просто с забором от ТХ 11 он как-то смотрелся иначе, что ли. Ну, а теперь уже очень даже неплохо. Есть вероятность, что через недельки-полторы забор вообще весь будет зафулен. Постройки тоже, так как качаются недолго, но стоят достаточно дорого. Мне просто лень на них даже фармить. Даже с Дарком проблем нету. Вон, два типочка прокачивают короля. И нормально себя чувствуют, как бы. Но, к сожалению, таковы реалии, что еще аж шесть уровней. Без книги пять. И также, что касаемо КВшки, я тут просто фарманул. Так как, ну, некого было даже закрывать. А смысл мне закрывать свои же зеркала? Если уже все закрыто, я могу фармануть поболее руды. Да, если у вас, кстати, клан послабее, там, возможно, будут проблемы с рудой. Но у нас в целом клан хороший. И играем мы очень даже неплохо. Потому что побед, побед прям, ну, прилично. Прилично. Есть поражение, есть ничья, но без этого никуда. Это КВ. Но побед преобладает. Возможно, у кого-то сложится впечатление, что мне записывать нечего. И я такой просто решил поговорить в микрофон со всех своих аккаунтов. Показать прокачку, развитие. И вообще, что я делаю в Clash of Clans. Честно говоря, вы правы. Это действительно так. Но, блин, а что еще? Как бы, есть парочка идей для контента. Интересных атак. Там всяких фан, но это в будущем. Сегодня у нас конец сезона. Короче говоря, главная проблема этого клана в том, что столица тут слабовата. Нужно открывать еще шахтеров. И потом, когда будут все проводить 50 атак, причем хороших атак, возможно, будем фармить тут приличные медали. КПК я гоняю в основу. Фармлю там медали побольше. И приношу сюда золото. Как Робин Гуд можно сказать. Ну и, конечно же, хотелось бы в следующем месяце уже апнуть клан 10 уровня. Сделаем мы это точно беспроблемно, так как там привилегия, которая нам очень сильно нужна. Так как преобладает все-таки в этом клане ТХ 13, 12, немножечко ТХ 14. И надо плюс 2, чтобы в КК сидели помощные юниты, чтобы донатить в клане попроще было. Но ничего не поделаешь время, как бы. Кстати говоря, этому клану еще, по-моему, даже 3 месяцев нет. Но уже скоро будет 10 уровень. Что касаемо Варвара, это палочка-выручалочка. Я тут играю КВшки. Бонусы, конечно, не фармлю. А также ничего больше тут не делаю, короче говоря. Но, если нужно, в КВшки я закрываю там низа. Или же могу постараться как-то десантом правильно залететь, забрать ИТХ 15-16. Но тяжело, конечно, одними Варварами играть. Но палочка-выручалочка, это в том плане, если, например, мне нужно протестировать новое снаряжение, а на основе руду тратить жалко или ее просто нет, то этот аккаунт идеально подходит. Вот и последний раз был момент, когда я вкачал копье-ракету. Очень много сюда всего слил, особенно Звездной. Как видите, 27 уровня. Круто, конечно, что на таком рашерском аккаунте снаряжение качается, потихонечку улучшается. Но не круто, что я его вообще вкачал. Потому что это такая дичь ненужная. Просто 27 уровней. Помните, я что сказал в начале видео? Иногда обычные снаряги будут намного круче, чем эпические. При этом дешевле и проще в прокачке. Например, Фиал Ярости и Хоги намного имбови вот моего нынешнего сочетания. К сожалению, варварам не удалось мне забрать 18 номера. Но, как оказалось, у 15 номера точно такая же база. Это ТХ-15. Правда, тут еще банки вот эти вот болючие стоят, обидные. Прям вообще не люблю их. Но попытаться еще раз хочется. Не получится, да и фиг с ним. Ну, что смог, кто сделал. ТХ-14-15 и так закроют беспроблемно. Тем более, если что, есть атаки на основе у меня. Ну, а красивую атаку показать хочется все-таки с этого аккаунта. Короче, что будет, то будет. Уже покажу, как есть. Лажа так лажа. Надеюсь, что тут нет где-нибудь торнадо обидного, противного. А если и есть, то я его нафиг забаню вообще. Вот реально. Так, прожимаем. Бамс, бабамс. Все, у нас шарик залетел. И сейчас торнадо, да, где-нибудь по центру. Здесь еще дракон этот гребаный сидит. Это вообще капец просто. Так, смотрите, бамс. Закидываем вот так. Закидываем два клона. Закидываем сразу же невидимочку. И все, самое главное, теперь нам следить за инвизами. И десант должен получиться тут очень даже крутой. Хотя он уже, кстати говоря, ничего такой, нифига себе, какой получился. Слушайте. А это, походу, успешный успех, я вам скажу. Давайте вот так. Хоп. Шикарно. Кошерно. Просто пушечный десант получился. Сманиваем в этот уголок остальные войска. Лучницы пока живут. Плюс разрядили еще яда банки. Нам сюда, наверное, еще и чемпиона бомбануть придется. Ну, или же не придется. Давайте тогда отсюда бомбанем его. Подпочистим немножечко вот это вот места. Королевку прожмем. Просто уже, как я понял, надо. Эээ, шарик! Какой нафиг шарик? Куда полетел шарик? Шарик, ты что, шарик балбес что ли? Ёлки-палки. Он просто сейчас будет издеваться над моим кингом и варварами. Не, слушайте, десант получился очень крутой. Прям нереальный десант получился. И если сейчас у нас... Пожалуйста, ну чемпионка! Я тебя специально поражал, чтобы ты быстрее загорелась на этом гребаном шарике вонючем. Ну, это капец, конечно. Вот все всегда круто получается. Но какой-то нюанс все равно выходит. Вылазит просто. Не, ну слушайте, не знаю. Копье тут помогло? Не копье? А возможно, правильный десант. И атака, как видите, трешечная однозначно. Блин, переживал, честно, что на такой же базе не получится. Но, как видите, успешный успех тут реально получился. Почти все герои остались живы. Если бы не прожать охраной изначально, то он бы тоже остался бы живой. Вот этим мне и нравится этот аккаунт, что иногда он может взять сильную прокачку. Это, конечно, была слабенькая. Но если бы база подходила под десанты варваров, то частенько в фулл ТХ-16 даже варварами кладутся без проблем. Ну а вот будущий прототип моего варварянца. Правда, намного мощнее и менее балансный. Так как все-таки на КВ я на данный момент стою рядом с ТХ-13, по-моему. Да, я сейчас до сих пор с ТХ-13 стою. Конечно, когда я закончу все это действие, возможно, буду стоять рядом с ТХ-14. Но все равно, слушайте, это прям мега имбовый рашер в будущем. Планы сейчас такие, что я качаю всякую дичь. И то, что мне нужно. А то, что мне нужно, осталось мало. Потому что лагеря проапаны, хранилища мне уже не нужны, темная казарма. Ну что тут у нас, друид этот остался? Нафиг не нужен. Что касаемо этой казармы, я уже дожидаюсь, когда она закончится. И за молоток я открою всадницу. И уже буду намного лучше играть всадниц. Капец как не хватает на этой ратуше. Так как остальным тяжеловато играть, когда у тебя снаряжение не прокачено. Ну а снаряжение прокачается еще не скоро. Потому что, ну, по чуть-чуть как бы. Как бы прокачиваю, аккаунту не так много времени. И более-менее какой-то состав уже есть. Вот и на Королеве, и на Кинге. В прошлом ролике мы это подкачивали. Нужно еще немножечко чемпионки подапать. Потом, либо наоборот, лучше храна запулить. Чтобы максимальные способности действовали на все войска. И тогда будет вообще мега имбовый аккаунт. Короче говоря, из того, что осталось, это открыть животных, хороших. Так как все-таки, вот сегодня у меня, по-моему, строитель освободился. Снежок открылся. Я его поставлю сразу же на хранителя. Так как он мне больше нравится на нем. Также феникса не хватает. Лисы не хватает. Медуза нафиг не нужна. Ну, короче, феникса и призрачной лисы очень не хватает. Это буду в будущем все открывать за книги, за молотки. А пока, конечно, необходимость есть в лесных всадницах. Максимальную прокачку, которую я брал с этого аккаунта, это была средняя ТХ-16. Но неплохая. Так как все-таки не хватает животных, не хватает снаряжения. Да и не очень удобно, когда вот переключаешься с аккаунта. Все-таки и питомцы другие, и снаряжение другое тут стоит. Так что пока что тяжело. Но еще пару месяцев этот аккаунт такое будет творить с балансом на КВ. Вы себе даже и не представляете. Хотя и сейчас он уже творит, как бы, если что, это ТХ-13, как бы. Ну, условно, да. А юзаем парочку зелек, и все. Это просто, я не знаю, демон какой-то, который разрушает. Пока что, ладно, не разрушает, но в будущем разрушает ТХ-16. Естественно, эту рубрику тоже хочется довести до конца. Например, у недонатчика конца просто нет. Это аккаунт, который я развиваю без доната. И конца, края, нет у этой рубрики. Возможно, когда-нибудь даже за фулю там ТХ-16, но явно не скоро. Но, слушайте, этому аккаунту тоже месяца 4 или сколько там, 5, может быть, полгода уже. Я не помню, сколько я там сказал, 5 месяцев вроде. Но суть-то в том, что здесь уже почти три сотни звезд. То есть за год можно на этом аккаунте 500 плюс набить. Это мощно, я считаю. Просто у некоторых даже на ТХ-13 фулл нету даже 500. Хотя этот аккаунт, ну, просто никакущий, да, смотрите. Ничего нет по факту из прокаченного, но звезды-то бьются. И все, конечно же, благодаря зельчкам. Как же я люблю эти зельки. А представьте, да, такой пац, и разработчики решают убрать эти зельки, зельки героев и зелья силы. И все, эти аккаунты просто идут по боку и больше их никогда создавать не будут. В общем, друзья, из моего ролика вы поняли, что друид как улька. Ученика-строителя лучше потихонечку, но прокачивать. Рашеры тоже что-то могут. Ну, а фуловым быть ТХ-16 или ТХ-12 просто-напросто скучно. Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В новом сезоне, в новом месяце будет очень много контента и много фановых атак. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok